МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А накануне в 4 часа, чтобы трупа успела поговорить, познакомиться с новым гендиректором театра, потому что формально он был назначен 2 месяца назад, но трупа его фактически много увидели только сегодня. То есть накануне традиционный сбор трупа состоялся, на котором ты побывал? Ну, то есть, да, закончился сбор трупы. А приехал ты только сегодня оттуда. Закончился сбор трупы, часть трупа пошла на новую сцену радовать зрителей и пиковой дамы, а я вот приехал к вам. Спасибо, Егор. Как вы поняли, вот это и есть Егор Холостов, и он расскажет сейчас о всем, что видел за эти сутки, за прошедшие сутки в большом деле. Прямо все расскажу, начиная с 4 часов вечера. Собственно, на традиционном сборе трупы... Приготовьтесь, запаситесь сэндвичи, бутерброды. На традиционном сборе трупы был большой ажиотаж и очень такая творческая атмосфера, потому что два основных повода. Впервые после долгого отсутствия и лечения в Германии был показан Сергей Филин, и трупа приветствовала долгими овациями, я посчитал это примерно, как, не знаю, Светлану Захарову, наверное, приветствует полминуты для лечения овации. Филину. Филину, когда он был представлен Владимиром Урином, что возвращается к работе над новым сезоном. Ну и Сергей был явно очень тронут, и давайте послушаем те приветственные слова, с которыми он обратился к Труппу театру. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, но прежде всего я хотел бы сказать всем здравствуйте, и я очень рад вас видеть. Это важно для меня. По словам Филина, левым глазом он сейчас видит процентов на 80, а вот с правым все-таки некие проблемы еще есть. Он может различать контуры больших предметов и иногда видеть пальцы своей руки. Я, может быть, я знаю, что он сегодня занимался отсмотром новых балерин в Труппу театра. Вот как при таких затруднениях он отбирал. Ну это, наверное, как в 3D-картинка, тоже делится на два глаза. Может быть, так получается новое видение 3D-проекции балерины. Было представлено сегодня четыре новых... Балерины. И балерун тоже, танцовщик, которых активно поприветствовал. Филин представил, и Труппа приветствовал, потому что они входят в Новый год в Большом театре. Также он рассказал о том, о новых премьерах, которые нас ожидают в этом году. Уже в ноябре это будет новая редакция Пьера Лакотта, балета «Марк Каспада». В марте балет Джона Номайера «Дамы с камелями», а под закрытие сезона в июле будет абсолютно новый, оригинальный балет Жана Кристофа Майо, художественного руководителя балета «Монте-Карло» «Украшение строптивой». Также будет четыре оперных премьеры. «Летучий голландец», «Дон Карлос», «Капитальное возобновление царской невесты», и так поступают все. На самом деле все эти проекты были согласованы еще предыдущим директором театра Анатолием Иксановым, а Владимир Урин лишь их утвердил, потому что переговорный процесс в музыкальных театрах известен, это очень долгий, трудный процесс. Однако все-таки некоторая корректировка была. Диптих из одноактных опер, Иоланта Чайковского и Мавра Стравинского, они планируются к показу в феврале 2014 года на новой сцене, отменена по техническим причинам. Гендиректор лично встречался с командой постановщиков в Лондоне и обещает нам, что когда будет принято решение о том, когда сможет театр это показать, в первую очередь журналистам и труппе будет об этом рассказано. И Урин пообещал, что держать всю общественность через СМИ в абсолютно открытой, как, наверное, никогда больше не было в театре, атмосфере мы будем знать все практически в режиме реального времени. Спасибо, Егор. Всегда ждем тебя. Спасибо. Ну, мы к другим событиям. Местонахождение Эдварда Сноудена на территории России будет оставаться за секреченной информацией. Его адвокат Анатолий Кочарена в интервью телекомпании RT сообщил, что его подзащитный, тем не менее, ведет активный образ жизни, чувствует себя прекрасно, постепенно обживается. Его не узнают. На улицах несколько компаний уже предложили Сноуду на работу. Но все равно жить ему приходится с оглядкой. Надо понимать, что его преследует достаточно большая страна, огромная держава, правительство СНС. И мы понимаем, что те возможности, те средства, которые Америка обладает, сегодняшние штаты Америки, мы понимаем, что в данном случае речь идет о таких серьезных возможностях, так скажем, американского правительства. На российский рынок вышла платежная система PayPal. Теперь можно расплачиваться в рублях, а также выводить из системы деньги на счета в российских банках. И Алина Гребнева далее с подробностями. Американцы не скрывают, они планируют бизнес-интервенцию в Россию. В прошлом году мировой оборот PayPal составил 145 миллиардов долларов. На долю России приходится всего миллиард. Пока в партнерах у платежной системы 13 крупнейших российских интернет-магазинов. В PayPal готовы работать и с малым бизнесом, но, естественно, за комиссию. Сегодня PayPal предлагает ставки от 2,9% до 3,9% для торговых площадок плюс 10 рублей фиксированный сбор. С нашей точки зрения это конкурентная ставка. Если оборот торговой площадки превышает 300 тысяч рублей, то торговая площадка может обратиться к нам для снижения этой ставки. Для обычных пользователей PayPal бесплатен, за исключением нескольких случаев. Например, если клиент захочет конвертировать те же рубли в другую валюту. Представители международной компании уверяют, что не боятся своих российских конкурентов. Но если у Яндекс.Денег клиентская база составляет 14 миллионов, то PayPal пока может похвастаться только одним миллионом активных пользователей. Чтобы привлечь людей к новому способу оплаты, партнеры PayPal обещают скидки и бонусы. Но действовать они будут всего месяц. Оплата в два клика. То есть по большому счету не нужно вводить, и помните, или постоянно вводить номер карточки. В некоторых системах нужны еще подтверждающие пароли, коды и так далее. Здесь по большому счету система тебя запоминает. В два клика ты можешь совершить платеж. Главной площадкой для PayPal остается eBay. Они входят в одну корпорацию. Однако даже с началом расчетов за рубли радоваться интернет-шопоголикам рано. ВБИ признали, что не смогут отказаться от доставки через Почту России. Никто другой не справится с объемом заказов, которые уже превышают 30 тысяч в день. Хотя для отдельных брендов альтернатива уже нашлась. Это DHL Global Mail. Это DHL, но немножко помедленнее, чем курьерская служба. То есть он доходит до Москвы за примерно 7 дней. При стоимости доставки 266 рублей. Я не знаю, откуда берется цифра, но это 266 рублей. То есть мы будем, я думаю, это был для нас эксперимент. Можно ли это сделать? Оказывается, можно, все нормально работает. Я думаю, что мы будем расширять этот эксперимент на других продавцов. Российский рынок электронных платежей считается одним из самых динамичных в мире. Его объем уже сейчас подбирается к 2 триллионам рублей. И даже по самым пессимистичным прогнозам ежегодно рынок будет увеличиваться на 10-15%. Алина Гребнева, Сергей Громов, РБК. После паузы мы продолжим говорить о событиях сегодняшнего дня. И у нас в гостях будет бизнес-омбасмен Борис Титов. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok